Лабытнанцам рассказали, каким будет город Семилисвенц через 20 лет. Накануне в Лабытнангах ставились публичные слушания по внесению изменений в генеральный план города. Предыдущий такой документ был принят в 2008 году, но в него неоднократно вносили изменения. Поэтому разработчики нового генплана постарались обобщить в нем все, что уже наработано в городе, включая стратегию социально-экономического развития и предложили свои новшества. Какой он в Лабытнанге будущего? Красивый, удобный, компактный. С одной стороны, и это хорошо, похожий на другие периферийные города России. С другой, и это тоже не может не радовать, уникальный, со своими собственными фишками. В генеральном плане учтены и уже строящиеся объекты, такие как бассейн, и еще только проектируемые, такие как биатлонный центр, и такие, которые пока существуют лишь в мечтах. Научный центр окружного значения, например. По задумке авторов, он будет создан на базе существующего научного стационара. Нашлось место на этом плане и дворцам культуры и творчества, и автодрому, и нескольким досуговым центрам. Вообще, конечно, стопроцентное исполнение генерального плана – это задача, наверное, фантастическая, нереальная. Мы старались максимально сделать реальным генеральный план, учесть все пожелания, предложения профильных направлений. Работала над новым генпланом магнитогорская фирма «Архивариус». Ее руководитель Кирилл Гребенщиков, кандидат архитектуры, член Союза архитекторов России, председатель государственной аттестационной комиссии МГТУ имени Носова. Он и представлял документ общественности. Проектировщик признается, что на Ямал его команда вышла впервые. Но они намерены здесь работать плотно и надеются на успешную реализацию своих идей. В принципе, конечно, бы хотелось, чтобы эта работа была реализована в той мере, в которую мы ее закладываем. Работа была проделана реально большая, предусмотрено все, что можно, учтено все, что можно. Генплан разработан на 20 лет. В процессе его реализации в городе должны появиться новые производства. Преимущественно строительные направленности, но есть и уклон на сельхозпроизводство. Птицефабрика, теплица, ферма. При этом за семью лиственницами сохранится статус транспортно-логистического центра. По предварительным расчетам, население города вырастет до 33,5 тысяч человек. В идеале, в случае успешной реализации генерального плана, горожане получат в достаточном количестве спортивные и досуговые учреждения, обновленные жилые кварталы, новый полигон ТБО с мусоросортировочным комплексом, водоочистные сооружения. Все эти преобразования не могут не понравиться людям, пришедшим поучаствовать в публичных слушаниях. Единственный вопрос, который волновал их всех, насколько в итоге будет реализован этот генеральный план и станут ли когда-то Лабутнанги действительно этим городом с картинки. Если мы реализуем в первые 5-10 лет хотя бы от 30 до 50% того, что предусмотрено генеральным планом, я считаю, что это будет хорошая и удачная реализация. Поэтому все зависит от нас, будем стараться. Окажутся ли эти старания достаточными, покажет время. Новый генеральный план рассчитан до 2035 года. А если вас заинтересовала тема строительства, вы можете принять участие в следующих публичных слушаниях по вопросу района таунхаусов. Обсуждение состоится 3 ноября в 16 часов. Татьяна Попова, Эдуард Захаров. При содействии отдела по связям с общественностью администрации города. Программа «Время местное». Программа «Время местное». Продолжение следует...